Прежде всего мы в безопасной компании, постучал, как все летчики. У нас крайне редко бывают какие-либо инциденты, связанные с персоналом. А это люди знают. И вообще говоря, чувство безопасности в самолете – это, наверное, самое главное положительное чувство, которое должно быть. И тогда как бы все остальное будет хорошо. Мы здесь много лет, и все, что мы делаем, и все, что у нас происходит, известно людям. Мы открытая компания. Поэтому вопросы безопасности – это очень важны. Второе – мы открытая компания. И подчеркиваю это, мы не скрываем ничего от пассажиров. Первое – это касается и финансов, это касается и организации деятельности авиакомпании. Это касается всех аспектов деятельности авиакомпании. Третье – мы, наверное, все-таки дали достаточно качественную услугу. Наша авиакомпания летает по всему миру. И, откровенно говоря, в Уральском регионе мы номер один по полетам в дальние зарубежья. И по географии, и по разнообразию. То есть, практически мы готовы удовлетворить любые потребности наших пассажиров. Так оно и есть на самом деле. 50 направлений в дальние зарубежья – это очень много. Причем направления экзотические. Сингапур. Когда-то экзотическим направлением был Дубай. Но мы в Дубай летаем уже около 18 лет. Давно-давно мы начинали самые первые. И в России 2-3 компаний летало в то время в Дубай. И остальные – из Москвы. Поэтому это тоже достойное уважение. Стабильность определенная. Ну и третье, наверное, мы не бросаем своих пассажиров. Самолеты такие сложные железяки, бывает, выходят из строя на земле. И в этом нет ничего страшного. Мы их ремонтируем, и они потом летают. Но если такое случается, такое случалось, к примеру, во Вьетнаме. На самолете У-86 не запустился двигатель на земле. Мы послали резервный борт. Мы понесли убытки в 150 тысяч долларов. Но мы за нашими пассажирами послали резервный борт, вывезли всех пассажиров, а потом перегнали этот самолет. И вот это чувство уверенности, что тебя не бросят, это, наверное, все-таки позволяет пассажирам доверять нашей компании. Наверное, в сегодняшний период времени наша авиакомпания уже не региональная, она в большей степени федеральная. Мы базируемся в нескольких аэропортах России. Прежде всего, конечно, Москва. И примерно 40% объема перевозок авиакомпании – это уже столица. Главная точка базирования – это Домодедово, но частично и Внуково. Далее мы выполняем большой блок рейсов из Санкт-Петербурга, из Самары, из Новосибирска. Планируем большой блок рейсов из Красноярска. Так что, как бы, большая география полетов. И вот это позволяет поддерживать объем перевозок и рынок. Думаю, это правильное направление. Хотя, в любом случае, Кольцово остается все-таки альмаматор, и главный объем перевозок всегда будет в Кольцово. Горжусь Уральской школой пилотов. Это с давних времен, с периода освоения, наверное, самолетов Ан-24, Ил-18, Ту-54, Ил-86. Очень много летчиков из других республик в то время учились у нас. Школа такая сформирована очень опытными летчиками, инструкторами, и она продолжается. То есть сегодня у нас пилоты-инструктора на самолетах А-320 молодые, но лучшие. Вообще, летчики делятся на две категории. Летчик от Бога и отличный летчик. Других просто не бывает. Так вот, у нас летчиков от Бога достаточно много. И мы их бережем, мы их ценим, мы им это говорим, не даем, правда, зазнаваться. И у нас очень жесткие критерии отбора. То есть, чтобы стать капитаном в уральских авиалиниях, нужно быть действительно лучше. У нас полностью отсутствует понятие блатник. То есть, такого в природе не существует. И летчики, которые садятся на левое кресло, становятся командирами кораблей, это действительно те, кто добились этого сами. И показали, и доказали, что они могут быть капитанами. А у них квалификация высочайшая. Вообще, пилот – это оператор. Мы должны это понимать, да? Но оператор высочайшей квалификации. Самолет как бы пилотируется в трехмерном пространстве. Это не как водить «Мерседес» по дороге. И многие думают, вот я машину вожу и летать смогу так же. Не всегда это так. И очень часто наоборот бывает. И летчики, капитаны «Арбаса», они считанные по пальцам в стране. Их там, их немного. Раз, а второе, очень ответственно работали. Потом они прошли все эти тесты западные. Они могут работать в любой западной авиакомпании. Не задумываясь, их возьмут. И много российских пилотов работает в Южной Африке, к примеру. Работают в Южной Корее. В европейских странах работают. То есть, это специалисты мирового уровня. Поэтому они должны получать достойную заработную плату. Я очень рад этому. Мы проходим западные аудиты уже шесть лет. И у нас как бы все вот так. Все доступно, все в интернете. Мы открытая компания. Но проводя западные аудиты, много лет мы на одном языке разговариваем со всеми западными банками и со всеми западными лизингодателями. Нам не нужно убеждать рвать тельняшку на груди, какие мы замечательные. Вот наш баланс. И вот мои честные глаза. Неприемлема, наверное, непорядочность. Это может быть слишком такое широкое, большое слово. Но как бы вот поступки, за которые возможно краснеть, они отрицательно влияют на бизнес. Поскольку сегодня настолько большая открытость этого бизнеса. И настолько мы открыты через интернет. что даже вот какие-то мелкие гадости, которые пишут периодически о той или другой фирме, они запросто читаются завтра в Америке. И порой задаются вопросы, на которые нужно отвечать. Поэтому в бизнесе сегодня все больше и больше ценится твердость слова, выполнение обязательств, умение руководителя сказать и сделать. Все махинации, они просто отметаются, поскольку раз, два, три, и с тобой не будут иметь дела. Многие структуры, с которыми мы сегодня взаимодействуем, а вот, к примеру, западные лизингодатели, они находятся в Европе, в Ирландии, в Америке. Но у меня нет возможности с ними встречаться каждый день. И доказывать, какой я замечательный. Я должен или доказать делом, или они не будут с нами работать. Так мир устроен, по-другому не бывает.